всем привет на моем канале это видео про чехлы викторинокс но касаемо мультитулов хотя не только но в целом в контексте мультитулов значит более того мы будем говорить подробнее про один чехол а эти чехлы лежат здесь для пояснения то есть как мы знаем или не знаем то вы это конечно же узнаете из видео то мультитул и свистул викторинокс я про крупные говорю не про спирит в данном случае как правило комплектуются двумя вариантами чехлов это кожаные или нейлоновые но не в целом вот таких вот дизайнов то есть они конечно там менялись из поколения в поколение но в целом это или кожаный такой чехольчик вот такой кирпичик значит эта версия расширенная куда можно вставлять помимо тула еще там планку с битами и с трещоткой или г-образным ключом вариация подобного чехла но из нейлона кстати про вот этот чехол у меня есть целое отдельное видео это тоже такой непростой чехол еще из стареньких он обладает такой любопытный верь любопытным свойством что он может как бы утончаться клапан натягиваем если вытаскиваем он более компактный ну если не смотрели то обязательно посмотрите есть видео на моем канале про этот чехол вот сейчас нейлоновые немножко другие не без этого кармана просто такие напоминают структуру кожаного то есть внутри несколько отсеков а еще последнее время у них удлинился язык в этих нейлоновых но это значит если касаемо расширенных версий то есть когда мультитул идет в комплекте с планкой ключами и например просто относительно тонкий чехол в данном случае кожаный если мультитул комплектуется ничем вернее не комплектуется одиночным идет поставляется то есть он такой тоненький здесь просто скажем у нас свисту помещается и все кстати симпатично мне нравятся такие компактные чехлы уже неоднократно это повторяю своих видео когда чехол чуть чуть больше чем мультитул они прямо такой огромный значит и подобные маленькие чехлы ну то есть обтягивающие из нейлона есть то есть вот такой же вот структуры нейлон то есть викториноксовские нейлоновые чехлы не вот такие вот тут такая структу вот такая вот фокус и сереньким так прострочен клапан значит и так с чехлами вроде бы как понятно это вообще вещь и мультитулы только вот такими вариантами комплектуются то есть либо кожаные либо вот подобные нейлоновые только еще раз повторю может быть каких-то чуть-чуть таких небольших отличий там длине язык или отсутствует дополнительный клапан но относительно недавно то есть может быть как там пару лет викторинокса появились новые чехлы чехлы нового типа такие современные я бы назвал их тактические или милитаризированные чехлы многие может быть их сталкивались вот такого плана уже сразу покажу может быть кто-то уже им владеет и штука в том что эти чехлы вот на сайтах то есть на интернет сайтах в интернет магазинах да и вообще так сказать в обиходе они как бы позиционируются для ножей то есть они позиционируются для ножей 111 миллиметров это вот этого размера то есть это для ножей солдат то есть лайнер локом или регельным замком и есть еще такой же чехол но чуть крупнее он идет для ножей 130 миллиметров это делимонт серия это бывшие венгеры то есть они покрупнее а также этот чехол подходит и более того он даже идет в комплектации с ножом викторинокс hunter pro то есть это тоже надеюсь знаете такой но относительная новинка хотя она уже опять же присутствует как пару лет это такой мощный нож просто с клинком hunter значит для охотника профессиональный то есть но вот он выполнен действительно вот таким совершенно выбивается из линейки всех ножей викторинокс и вот он комплектуется вот таким вот же чехлом ну только конечно чуть-чуть ну чуть-чуть или там несколько крупнее поскольку тот нож сам крупнее значит это у меня непосредственно чехол для солдата 111 миллиметров значит зелененький то есть такой и качество давайте его посмотрим ну вернее если сразу забегая вперед я хочу сказать что этот чехол идеально подходит для мультитула викторинокс свистул то есть так это спирит где у меня свистул но и для спирита тоже покажу но хочу показать со свистула то есть а потом подробнее посмотрим этот чехолчик чем он так хорош посмотрите значит сюда вкладываем и застегивается вы видите и по ширине идеально тут вообще там не болтается и по длине или высоте вернее вот то есть вообще все замечательно и по компактности получается и более того посмотрите как любопытно получается вы видите здесь на чехле есть вот такой вырез под пальцевая выемка которая нужна если вы сюда все-таки нож кладете для того чтобы его удобно было схватить и вытащить и это же вот такой вырез вот под палец он четко подходит под видите под эти самые под фиксаторы под педальки фиксатора свистула то есть получается вот как бы вот идеально этот разрез сюда входит вы видите да как будто как будто он для него был создан возможно так это и было видите хотя опять же повторюсь что этот чехол он как бы официально для ножей и так может быть где-то вскользь что там указывается что для свистула подходит значит но теперь посмотрим этот чехол более подробно значит он тоже называется нейлоновым хотя это не такой нейлон это какой-то вот как кожзам такой то есть синтетическая кожа с одной стороны с другой внутренняя подкладочка у но такую имеет приятную структуру здесь большущая липучка большущая не такие вот маленькие квадратики которые кстати на вот этих старых чехлах довольно быстро выходят из строя вот например таинокоженому что же на липучке вот он тоже старый чехол уже со временем почти не держится значит и вот эта нижняя часть тоже большая то есть это говорит о том что в принципе можно делать достаточно хорошую эту самую регулировку по высоте то есть может быть даже если что-то большое вложить то можно и так использовать да будет торчать и собирать мусор но в целом можно использовать потом вот здесь вот есть такой прорезь в клапане есть прорезь у нее протянутого такой типа кусочек темляка это не я вставил это он заводским вот так вот идет вот такой зеленая ниточка хотите можете другого цвета хотите можете длинную она предназначена для удобного открывания и действительно есть удобное открывание хотя он добавляет объема и может быть ненужного то можно его есть и убрать и просто за язычок который как раз без липучки все равно на стоится удобно снимать значит по бокам сделаны такие прострочки вовнутрь так утоплено я не знаю зачем могли конечно не делать может быть они там позволяет что-то утолщать хотя она бы и без них тоже это позволяло вот и посмотрите с обратной стороны тоже сделано вот современное такое крепление на ремень оно на липучке но с быстросъемом то есть если у викторинокса до этого такого не было и и ремни и крепление имели только вертикальная возможность вертикальной посадки то есть продеваем ремень и все что на кожаном что на нейлоновом что на тоненьком кожаном то есть вариант горизонтальной посадки здесь не рассматривался то на этом чехле это уже есть то есть во первых мы можем увидеть ну классически посадить на ремень вот так вот и при этом есть возможность быстросъема то есть мы одираем липучку протягиваем сквозь петлю и мы сняли не с ними расстегивая ремень и не спадая так сказать штаны снять и соответственно одеть то есть отделе на ремень пропихнули довольно легко это делается то есть я встречал чехлы с подобными системами но там это было трудно пропихивать вот эту часть это такой был неприятный такой кропотливый момент просовывать высовывать здесь это довольно легко то есть вообще очень быстро раз сняли 1 рина ремень запихнули и защелкнули причем она достаточно крепко вот я со всей силы тяну вверх и она даже не разрывается ну и второй момент это то который возможность вертикального крепления то есть есть вот эти вот петли вот эти петли скажем вы видите для ремня но для узкого но еще как ни странно вот любопытный момент есть вот тут вот насквозь вот видите дырку то есть она под вот этой всей зеленой то есть может быть ремень можно пропихивать она тогда немножко пошире будет через вот эту дырку то есть вот так вот они именно через этих два узких а может быть это надо штука для того чтобы вот эту вот петлю например прятать туда вовнутрь не знаю получится не хочется этого делать но попробую так значит пропихивается с трудом но вроде бы идет то есть то есть как бы для того что если вы используете вот эти две лямки ну вроде получилось то например вот этот клапан он убирается в тот дополнительный карман хотя его карманом нельзя назвать потому что он с двух сторон как бы имеет ну разрез и хранить ничего нельзя вот это соответственно вот эти петли одевать то есть как бы так симпатично получается то есть эту лямку не надо никуда прятать но может быть конечно все таки она и для продевания служит то есть то есть получается даже понимаете даже вы только что я это понял то есть можно во первых этот быстросъем опять одеть то есть можно одновременно одевать ремень на ремень и так и так не меняя никаких положений то есть если вам надо вертикально вы одеваете за эту часть а если вам надо горизонтально пропихивать сквозь вот эту часть то есть не надо там перекладывать клапан перекладывать так сказать вот так вот сделано значит покажу как него свистул то загружается вот так все видите прямо вот в ширина как будто бы для него была толщина ширина длина все вообще замечательно вот например сравнение с этим он конечно пошире будет но зато но зато такой нейлоновый такое видно что кожа это ну кожзам вот этот он такой но думаю это уже все таки вот еще раз говорю что викторинокс начали современные делать элементы там часы чехлы всякие аксессуары там зонтики это возможно они обновят и мультиклу потому что честно говоря вот этот свистул который с 90-х годов выпускается значит с 97-го то получается как-то ну не очень по дизайну он на такой ретроград хотя он функциональный хороший самый лучший по функционалу мультитул на сегодняшний день ну конечно если там не говорить про то что нету съемных кусачек из высокотвердой стали нету там скажем съемных пилок но в целом именно по количеству внутренних мелких инструментов это нас на сегодняшний день чемпион ну это как бы пару слов про свистул вот а возвращаемся к чехлу викторинокс вот так вот еще кстати любопытный факт на сайтах вообще вернее ну на сайтах у людей кто купил эти чехлы все эти чехлы имеют вот здесь вот надпись викторинокс выштампуна так я уже забыл то ли здесь то ли здесь по моему здесь викторинокс она там выгравирована или там лазером или чем нанесена на моем чехле она отсутствует но это не подделка потому что во первых подделок просто на данный момент не существует их даже найти невозможно вот и во вторых видно что ну атом в атом так сказать оригинальный все прямо вот все один в один на форуме задавал вопрос почему так никто не сталкивался но предположение возникло что возможно например могло быть без надписи идти для армии потому что все таки они комплектуются и солдатами ножами гаками современными однорукими то возможно например возможно без надписи викторинокс по каким-то причинам первой армии то есть не исключено что он армейский я его покупал не новым не магазине я покупал его с ножом и мне этот с рук был ушный нож и кстати этот нож был викторинокс солдат гак нет не гак саг гаки это же немецкие саг это швейцарские значит получается которых еще клеймо года на клинке то есть как бы признак точно что наверняка он может быть даже чисто армейским ну и вообще получается видите вот он такой вот зеленый оливковый ну скажем военный стиль вот эти вот лямки возможность там одеть на молли систему в конце концов и кстати посмотрите если взять черный свисту то как она вообще получается супер тактически черный тул в зеленом чехле то есть вообще и даже не скажешь это викторинокс то есть там сразу приходят там что это там лизерманы соги то есть может быть герберы такие черные там зеленых а нет это викторинокс черный мультитул в зеленом чехле но вот надеюсь что это видео полезно для тех кто выбирает чехол к мультитулу свистулу и если он не планируется не носить потому что все раз повторюсь сюда не влезет никакие планки с битами они расширяются так вот если вы просто планируете носить только один мультитул то это самый отличный вариант вообще если у вас есть набор с ключами вам надо иметь какой-то чехольчик такой такой расширенный то есть если вы планируете с поход с инструментом расширена то берете такой если же вы только этот то берете этот и кстати я вот как-то видел свои говорил я если еду в путешествие я беру свистул по многим причинам не там не лизерман не это именно свистул не спирит вот это я могу в отдельном видео это все рассказать в обзоре но и я вот вот как только у меня появился вот этот чехол теперь он не ездит во первых он относительно легкий против вот этих вот тяжелых здесь полегче вот этот вот нейлон сделан он компактный то есть по размерам но но кожаный тяжелее тут металл это и ненадежная вот эта липучка ну и самая главная возможность где-то на рюкзак зацепить на моли систему если у вас на рюкзаке есть такое или на сумке ну и по спирит собственно забыл показать как спирит на него одевается в него вставляется вернее спирит поскольку он конечно поуже за свисту и пониже том видите он тут утоп можно конечно так клапан натянуть ниже и тоже подойдет для спирита но такого меньше вроде бы нету то есть они для 111 миллиметровых и для бы еще больше только есть меньше нету вроде бы есть черные и красные для ножей 91 миллиметр но но это уже меньше потому что спирит он же не 91 миллиметр если мы померяем по линейке свистула он все-таки вот свистул 11 с половиной а спирит 10 10 и 7 где-то и 6 и 7 то есть чуть минут а те ножи 91 миллиметр то есть как бы спирит их больше на на 15 на полтора сантиметра то есть как бы может быть он для них будет маловат поэтому как бы вот такой видите из-за этого не работает вот это как свисту для большом что вот ну вырез сюда подходит она кстати и шире потому что здесь и по высоте то уже кнопки прячутся чему ну и по высоте он так тонет его тяжело доставать единственно можно так снизу так прижимаешь он выскакивает прижал выскакивает разрез есть кстати мне это не очень нравится ну и удобно если вода попала сливается там но с другой стороны пыль залетает зачем они такой большой сделали могли поменьше вообще его так вот в идеале сделать и тогда бы он был для спирита кстати может быть этот вариант тот кто еще для спирита может эту часть как-то зашить до какой-то степени вот ну а по ширине он тоже так вот уже за то что тут бабочкой расклешен то нормально но в целом внутри он то ведь видите насколько уже будет вот так ну а для свистула вот еще раз черный мне так нравится сочетание цветов прямо такой сразу ну реально военный стиль вот так вот ну все в этом видео все надеюсь было полезно надеюсь кому-то даже помог маркировку я укажу в названии подобного чехла все ищите приобретайте всем пока